И сейчас у нас будет торжественное мероприятие Помолвка одних молодых людей Вадим Владимирович, выйди Не, помолвка не у него Аллелуя Бог благ Всегда И несмотря ни на что Ни на какие обстоятельства, которые у нас сегодня окружают Есть свидетельства чего-то хорошего Обязательно с утра где-то, что-то, как-то Все равно будет свидетельство чего-то хорошего Обязательно Есть ли у тебя такое свидетельство с утра? У меня есть И мне выпала почетная обязанность Помолиться за молодых людей Которые, так скажем, нашли себя Друг для друга И мы помолимся за эту помолвку Я сюда хочу попросить, чтобы вышел Александр Агафонов И у Сольцева Юлия И это такое особенное мероприятие И я верю, что эта помолвка, этот сегодня день, он будет, эта помолвка будет продолжением долгой счастливой жизни, благословенной жизни. Ну, я так верю, я так хочу, но все зависит от вас. И Саша родился, можно сказать, в этой церкви, в лоне этой церкви, и, так скажем, над его судьбой потрудились многие служители. И я тоже рад, что вот так вот, ты однажды приехал из Подмосковья сюда и остался в Сибири, тебе нравится Сибирь, да, ты сказал, что будешь здесь навсегда, и так далее, но я шучу. Вот, и Юля тоже, она приехала к нам с сибирской церкви, с церкви Скиния, из города Иркутска, там убыла, здесь прибыла. Ну вот, но Царство Божие от этого не страдает, поэтому пастору Астапу мы говорим спасибо, что воспитал, вложился. Да, это тоже немаловажный аспект, встретились на библейской школе, но больше, чем они сами, я, наверное, не скажу. Саша, я передаю тебе микрофон, чтобы ты мог буквально сказать пару слов о том, что у вас произошло, и, наверное, выразить свое желание для своей избранницы. В первую очередь я хочу выразить свою благодарность церкви, я очень рад и счастлив, что я нахожусь здесь, что в один прекрасный день я оказался в этом городе, в этой церкви, церковь мне многое дала. Я очень много размышлял над тем, вот приносил часто жертву, жертвовал, но на эту жертву ожидал что-то материальное, ну какой-то ответ либо финансы, либо еще что-то подобное. И на сегодняшний день я понимаю, что ответ на мою жертву – это вот моя будущая супруга. Первый раз я эту девушку заметил, была конференция нашей церкви, был день рождения, она приехала на конференцию, я обратил внимание, вот, понравилось, и как-то в сердце сразу зажегся огонь какой-то. И она, у меня в Иркутске есть знакомый, я у него интересовался, кто, что, как, было интересно. Потом она приехала на молитвенную школу и жила в хостеле, так как я проживаю тоже в хостеле. Ну, я начал еще больше обращать внимание, и после этого я прихожу к Господу в молитве и молюсь, говорю, «Господи, ну, ты видишь на мере моего сердца, что эта девушка зажгла огонь в моем сердце? Если она приедет на библейскую школу, то тогда мне придется жениться на ней». Вот, и она приезжает на библейскую школу, а все это время, пока вот там с конференции до библейской школы, я ВКонтакте там, ну, добавил ее в друзья, хотя мы не знали друг друга, и вот фотографии там листаю, листаю. Ну, и вроде написать хочется, там, привет, потом думаю, ну, что, как непонятно, кто, знать не знаю, что я буду писать. И потом как-то так сверхъестественно сложились обстоятельства, мы начали общаться, но общение тоже интересно проходило. Она говорит, я как бы тебя не рассматривала, не думала, но на библейской школе молодых людей было 30 человек, но почему-то всегда она писала мне, хотя я с ней даже не учился на библейской школе, там, то есть у тебя какая-то карточка, то еще какие-то, ну, такие вопросы непонятные. Я говорю, так ты тоже проявлял внимание? Нет, говорит, просто мне, говорит, проще у тебя спросить. Ну, и потом выяснилось, что мы понравились друг другу, она нравится мне, я надеюсь, конечно, и верю, что я нравлюсь ей, вот. Так все произошло, приняли решение связать с, как говорится, стать одной плотью в будущем, в дальнейшем, служить Господу, да, служить вместе Господу до скончания наших дней на этой земле. Я знаю и верю, что Юля будет хорошей помощницей и будет всегда идти за мной до конца, вот, останавливаться. Никогда не будем с Божьей помощью, мы пройдем все трудности. И перед всей землей, перед всем небом, перед церковью я хочу предложить тебе, Юля, стать моей невестой. Ты согласна? Я согласна. Все, еще раз хочу выразить свою благодарность церкви всем пастырям и всем-всем, кто здесь сегодня присутствует. Спасибо вам большое. Аллилуйя. Бог благ. Хорошее событие, хорошее начало сегодня служения. И перед тем, как мы помолимся и благословим это событие, я хотел бы напомнить. Друзья, помолвка – это свидетельство перед людьми того, что это легитимные отношения, это по праву. Ну, и, конечно, во время помолвки по нашему учению эти молодые люди, они и на работу устроились, и найдут за это время помолвки жилье, да, и также это два действующих служителя сегодня. Пусть молодые, но это действующие служители и Юля в своей церкви, да, и Саша здесь служит Богу. И поэтому это хорошее начало для будущей семьи. Поэтому давайте, друзья, помолимся за эту чудную пару. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молим Тебя, чтобы Ты сочетал с Своей благодатью эти взаимоотношения. Отец, пусть они, как люди, как Твой сын, как Твоя дочь, они будут еще больше возбуждаемы Твоим светом в этих отношениях. Отец, дай нам увидеть по Твоей благодати, дай нам увидеть новую пару для созидания Твоего царства, для созидания Твоей церкви, для исполнения Твоей воли. Отец, и мы молим Тебя, не введи их во искушение, но избавь их от лукавого. Сила Твоя и благодать Твоя пусть поспешистуют формированию и образованию новой семьи. Во имя Иисуса Христа мы молили Тебя об этом. Амин. Поздравляем вас. И если... Прошу вас, цветочки там, поздравить, друзья, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЛЕЛЮЯ! Бог благ! Давайте проводим их аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, есть хороший повод еще больше нам прославить Бога. Амин. АПЛОДИСМЕНТЫ